Здравствуйте! Пловцы Кирово-Чапецкой спортивной школы «Олимпия» отличились в бассейне «Олимпия» в Перми. Там прошел открытый чемпионат и первенство Приволжского округа. На дорожках соревновались 300 участников из 9 регионов. На дистанции 200 метров на спине наша Анастасия Шарова заняла второе место. Дарья Швецова на 100-метровке удостоилась бронзы. В мужском эстафетном плавании 4 по 200 метров вольным стилем сборная Кировской области заняла третье место. Впереди команды Пермского края и Республики Татарстан. По итогам соревнований наши пловцы включены в состав сборной Приволжья и в ближайшее время отправятся на первенство России в Пензу. А с 16 по 20 июня выступят на чемпионате страны. Перевоспитание спортом. Такая практика уже много лет применяется в Кировском центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В канун Дне защиты детей там прошла традиционная спартакиада среди подростков, которых называют трудными, опасными, неуправляемыми. Лица участников этой спартакиады показывать нельзя. Эти ребята находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На соревнованиях Дню защиты детей Ефим Пономарев отжался больше всех 60 раз. Да, это здесь только дома-то раз 10 отжимался. Здесь от нечего делать, спать ложа, отжался сколько-нибудь раз, спать лёг. Спорт здесь самое доступное развлечение. И это не случайно. Так ребятам помогают взглянуть на жизнь по-другому. Попали они сюда, кто за кражу, кто за вымогательство. Некоторые правонарушения совершили в состоянии опьянения. Такие спартакиады помогают подросткам понять, что свою энергию можно тратить с пользой и интересом. Даже здесь за ключи проволоки дети нужны, что жизнь и детские праздники тоже касаются и их в первую очередь. Ну и принимают активное участие. За годы работы сотрудники центра убедились. Спорт – хороший способ реабилитации и перевоспитания. Большинство ребят, кто здесь побывал, повторно сюда не возвращаются. Месяца изоляции, как правило, хватает, чтобы измениться к лучшему. Лица участников турнира, о котором далее пойдёт речь, тоже не принято показывать. Сегодня сотрудники силовых структур и органов правопорядка соревновались в меткости стрельбы из боевого оружия. На полигоне бывшего ракетного полка прошёл очередной этап областной спартакиады – общество «Динамо». Дмитрий Кощеев – один из участников этих соревнований, кого можно показывать на экране крупным планом. Он работает старшим инструктором профессиональной подготовки в управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Многие из тех, кто сегодня с ним вышел на огневой рубеж – бойцы спецподразделений. Дмитрию Кощееву в жизни применять на практике свои навыки не доводилось. Но стреляет он почище некоторых спецназовцев. На службе позволяет тренироваться. Из пистолета Макарова и автомата Калашникова за год выстреливает порядка тысячи патронов. Неудивительно, что здесь, днём ранее, выбил из пистолета лучший результат. Отец у меня всю жизнь служил в органах внутренних дел. Он им передавался по наследству. Я после армии тоже пошёл служить. Правда, не совсем по стопам отца. И теперь с сотрудниками органов внутренних дел Дмитрий каждый раз соревнуется в меткости стрельбы из боевого оружия. Также здесь выступали участники из Госнаркоконтроля, Федеральной службы безопасности и судебные приставы. Этот этап динамовской спартакиады специфический. По понятным причинам кировские пожарные и спасатели здесь не участвовали. Их служба не связана со стрельбой из боевого оружия. У нас в спартакиаде 12 видов. Зачёт по 8 лучшим результатам. Поэтому есть возможность себя проявить в других видах спорта и занять достойное место. Что и показал прошлый год. Допустим, команда МЧС заняла в спартакиаде второе место. Следующий вид динамовской спартакиады 4 июня. Минифутбол, где команда МЧС как раз является фаворитом. А здесь, в общем зачёте соревнований по стрельбе, Дмитрий Кощеев попал в десятку сильнейших. А команда управления исполнения наказаний заняла первое место. В личном первенстве здесь победили сотрудник и сотрудница Федеральной службы безопасности. На сегодня у меня всё. Всего доброго и удачных вам выходных.